Девушки отдыхают Какие тонкости, не знаю, сроки уже Когда любовница мужа объявила о своей беременности, жена не впала в истерику, а сразу задумалась о том, как стопроцентно обезопасить себя от новых претендентов на их с мужем дом, машину и бизнес Сможет ли она обеспечить себе гарантии в суде? Ну ты пойми, я тоже не могу уже ждать, у тебя скромлемянник появится, и он будет жить в этой вот однушке с плохим ремонтом, после завода Молодая сибирячка вместе с братом наследовала московскую квартиру своей бабушки Наследники договорились продать жилье и разделить деньги пополам Но вместо этого брат поселил у себя и зарегистрировал невесту с трехлетним ребенком Эта женщина фактически разрушила нашу семью и своими действиями, не знаю насколько осознанно, убила моего отца Медсестра увела из семьи пожилого мужчину Женщина знала, что у него больное сердце, но позволила принять препарат для усиления потенции Первая брачная ночь стала для молодоженов последней Удастся ли сына умершего доказать, что это было убийство? Истец Нина Яковлева предъявляет иск о разделе совместно нажитого в браке имущества Ответчик Евгений Яковлев с иском не согласен Уверен, что для раздела нет причин Прошу садиться Слушается дело по иску Яковлевой Нины Евгеньевны к Яковлеву Евгению Викторовичу О разделе совместно нажитого имущества Истец, слушаю вас Ваша честь, подаю иск на раздел имущества, обращая внимание совместно нажитого имущества с своим супругом Сразу говорю, что... Зачем ему тебе? Я с тобой разводиться не собираюсь То есть вы не заявляете требования о расторжении брака, вы заявляете требования только о разделе имущества Совершенно верно, хотел бы пояснить Сначала говорю я Говори, прости, говори У тебя уже была возможность сказать Спасибо большое А ты не слушаешь ничего Так ответьчик Есть вариант выйти в коридор и поговорить с друг другом Либо Она не слушает Либо Вы соблюдаете порядок в суде И сначала говорит истец Я молчу, я молчу Слушай вас, истец Говори, дорогая 12 лет в браке Наживали все вместе Квартира, ремонты, дача, машины Становление его бизнеса На протяжении всего этого времени, честно хочу сказать Были разные истории в семье И были какие-то моменты его интрижек Было все Ну каких интрижек? Говорю я сейчас Спасибо большое Что дал мне возможность высказаться Высказывайся, говори Прости, высказывайся Но абсолютно недавно Мне поступила информация И это буквально Не один человек мне говорит Что у моего любимого Появилась любовница Которая уже беременна А что? То, что я сейчас делаю Это исключительно от того Чтобы обезопасить как-то себя А у вас дети есть в браке? В том-то и дело Что детей у нас нету Потому что Ваша честь Не до этого было У меня карьера была Карьера была Все, что вообще возможно Положила к его ногам Чтобы бизнес был Квартира Ремонт Чтобы все у нас было Теперь выясняется Что у нас Не детей Но у него почему-то любовница Да нет То есть вы хотите защитить Вы хотите защитить свои интересы Хотите Абсолютно Сейчас разделить И что вы просите разделить? Список у меня готов Документы все готовы предоставить Значит что? Комнатная квартира Как я вижу из искового заявления Дача ИП Автомастерская Зарегистрирована на Супруга Ответчика Машина Трехкомнатная квартира И движимое имущество Холодильник Музыкальный центр Кухонная печь Да Как вы хотите разделить имущество? Квартиру Как вы хотите поделить? Квартира мне Дача мне Одна треть автомастерской Мне Супругу Все движимое имущество Машина Две трети бизнеса Пожалуйста ему Оценка А как же ваш муж будет Без кухонного гарнитуры Вернее с кухонным гарнитуром Холодильником Стиральной машины Без квартиры А я продавать Как это все будет без жены Если вот она начинает Вот это вообще просто Вот можно без жены С машиной То есть С стиральной машиной Можно А вот со стиральной машиной Без квартиры Непонятно Я продавать Ничего не собираюсь Я же не гоню его И продавать Ничего не собираюсь Мы как жили Так и будем жить Просто с юридической Точкой зрения Я хочу себя обезопасить Что коснись Что если он уйдет Чтобы это все Мне было где жить И хотя бы на что А продавать Откуда вы получили информацию О том Что вообще все Вот это вот Да она сплетни собирает По всему не знаю району Какая-то тетя клаван Что-то болтанула соседка И понеслось Деление Не деление Если бы в 12 лет Первый раз Только Первый раз Мне пришли и сказали Там У тебя муж загулял Я бы наверное не поверила Но я своего Полигамного супруга Знаю очень хорошо И это далеко не первая история Когда у него какие-то То есть вы хотите Защитить свои имущественные интересы Абсолютно Хорошо Я поняла вас Ответчик Я предоставляю вам слово Ваша честь Просто Просто Я вот не хочу разводиться С женой честно Так она с вами тоже Не хочу Я очень люблю свою жену Я с ней уже много лет Кстати Не 12 А 12 с половиной лет Начали считать Ну да Я мужчина Да Ну полигамный мужчина Ваша честь То есть вы признаете Что вы полигамный мужчина Ну да У вас еще не красивые глаза Вот Вам это не поможет Очень жаль Не устраивай Мы в суде Я к чему это Вы еще и сознаетесь В этом Что вообще просто Удивительно Она хочет защитить Свои интересы На всякий случай Потому что Если ваша полигамия Приведет к неким последствиям Например У вас родятся дети То естественно Истица Как вашей жене Это вообще Ну никак не подходит Она хочет Себя обезопасить Но если вы так любите Вашу жену Может быть вам Находясь в браке Продолжая ваши Супружеские отношения Сделать так Чтобы она была Спокойной Перевести все имущество На нее Например Как она хочет Перевести квартиру На нее Дачу Ну а бизнес Естественно Можно оставить у вас Так в том-то Все и дело Что она хочет Забрать треть бизнеса Понимаете Ваша честь Ну хорошо А если она Согласится Бизнес не трогать А только Недвижимость Чтобы на нее Была переведена Вы на это Можете согласиться На это я могу согласиться Хорошо Трешка У нас просто Большая трешка В центре Москвы И как бы тоже И вы согласны Отдать свою супружескую долю Чтобы жена Была собственницей С этим да Я согласился Но бизнес наш Делить И дачу тоже И дачу Пускай будет оформлено На нее Как бы не принципиально Принципиально Дело в том Что А бизнес не согласна Я давно работаю Но ей этот бизнес Не нужен Это автомастерская Она даже не знает Где у машины Пятое колесо И почему оно не крутится Понимаете Ваша честь Этого не может быть Это есть Это есть Истец Вы знаете Где пятое колесо У машины Честно не знаю Но я не собираюсь Оно ей не надо Понимаете Оно ей не нужно Сейчас невозможно Его делить Дело в том Что у меня появился Партнер Мы с ним расширяемся Мы можем открыть Автосалон Огромный автосалон Это другие прибыли Это рост Если мы сейчас Поделим с ней То партнер убежит Ему не нужен Третий В этом бизнесе Но вы пока что один Пока один Она сейчас Подает Третьим хочет стать лицом В данной ситуации И партнер уйдет Это разорение Это все Тогда у меня Тогда у меня к вам вопрос Если разделить имущество Так как предлагаете вы Но с небольшим отступлением Например Оставив вам квартиру Дачу ИП Осталось бы За вашим мужем Ну про стиральные машины Мы сейчас вообще не говорим Потому что в принципе Можно все оставить в квартире Как есть Но при этом Естественно Вы должны понимать Что если в дальнейшем Будет некий новый бизнес То вы тоже будете иметь там долю Потому что это все равно Конечно Безусловно Ваша честь Я даже это не оспариваю Я рада Что вы не оспариваете Мои слова Вообще никак Как вам такой вариант Вы знаете Ваша честь Соглашайте Я хочу сказать Что мой муж Очень успешный предприниматель И я бы не утрировала На его месте Что если я буду иметь Юридически Одну треть В этом бизнесе Все остальное рухнет Это абсолютно не так Это так Это так Ты дашь мне сказать Дома орет Здесь орет Мы в суде Я просто насколько Я к чему Я вас пытаюсь склонить К мировому соглашению Что такое мировое соглашение Мировое соглашение Подразумевает Некие уступки Друг другу Моя самая большая уступка Что я это все терплю И все это Услышала Как минимум Когда мне уже приходят Соседи Говорят Что посмотри Вон Соседка-то уже беременная Ходит От твоего любимого супруга И это же не первая история Когда у него Какие-то шашни Вот моя самая большая уступка Которая вообще могла быть Истец это понятно Но Вы же пришли сюда Защитить Свои имущественные интересы Я это и делаю Солнце я тебя люблю Я вас и призываю К тому что Ответчик Тебе позвонили Не подсказали Не понять что Да ты понимаешь Солнце мое Да было у меня С этой Таней С третьего подъезда Было Я не скрываю Но ты пойми Что там Если она и беременна Сейчас Даже по срокам Не совпадает Видите По срокам не совпадает Какие тонкости Не знаю Сроки уже Понимаешь Ничего не Вы сами Собственно Терпите Можно и тест провести Если на то пошло Я не хочу в этом уже Разбираться Еще раз Объясняю Если вы все-таки Находясь в браке Делите имущество То в принципе Вы могли бы это сделать Конечно же и без суда Заключив брачный договор Но коль скоро уже в суд Вы пришли И в принципе У вас есть возможность Уступить друг другу Еще раз я вас спрашиваю В случае если Квартира и дача Остается вам По разделу имущества ИП остается У ответчика У вашего мужа При этом вы должны Еще понимать Что новый бизнес Он же сюда не войдет В раздел И новый бизнес Который будет Вы тоже будете иметь Там долю Супружескую Потому что это не вошло В раздел Возможен ли для вас Такой раздел Если да То может быть разумнее В этой ситуации Заключить мировое соглашение Между вами Тем самым Ваши имущественные права Будут Сохранены Ну а бизнес будет Дальше развиваться Семья то у вас Сохраняется Семья сохраняется Я так понимаю Что у меня уже Нет особо вариантов Да я согласна Нет почему У вас есть вариант Я сейчас уйду И вынесу решение Солнышко соглашайся Только я разделю все по закону Любовь моя Давай Тогда квартира и дача мне А пускай Соглашайся Спасибо тебе Просто спасибо Хорошо Я что Ты не пожалеешь Душа моя Итак Цветок Вы заключаете Мировое соглашение Да Соответственно Суд удаляется Но для вынесения Не решения А определения Прошу всех встать Спасибо тебе Рыба Спасибо Ну подойди Прости меня Ну прости меня Ничего больше не будет Я теперь знаю Что ничего не будет Конечно Ничего не будет Конечно Прости У тебя вариантов нет Все Не устраивай Я тебя прошу Все Иди Постой Я тебя люблю Постой Расскажешь мне дома Далее в программе Ты пойми Я тоже не могу уже ждать Сейчас проплемянник появится И он будет жить В этой вот однушке С плохим ремонтом Возле завода Разведенная москвичка Пообещала сестре Своего жениха Выкупить ее долю В общей квартире Но не смогла Собрать за год Нужную сумму Это стало причиной Семейного конфликта И судебного разбирательства Эта женщина Фактически разрушила Нашу семью И своими действиями Не знаю Убила мы его отца 65-летний жених Заработал тяжелый инсульт В первую брачную ночь Его убитым горем Дети обвиняют Молодую вдову В убийстве Но что случилось На самом деле Выяснит суд Оглашается определение Суд выносит определение Об утверждении Мирового соглашения Между иссом и ответчиком В соответствии с которым Право собственности На принадлежащую Вам квартиру И дачу Переходит к истиции Соответственно На движимое имущество Тоже Права у вас Потому что Все что Нажито Движимое имущество Остается в квартире И право собственности На ИП Остается за вами Спасибо Ваша честь Надеюсь Что Это поможет Сохранить Вашу семью Спасибо Дело закрыто Спасибо Прошу всех встать Пошли домой Пошли Сейчас пойдем Держи Держи Иди ко мне Как в первый раз Решение суда Иск Удовлетворить Ну что я могу сказать Если еще раз Мой благоверный Загуляет Я у него и бизнес И сужу Суду благодарен Что бизнес Оставил за мной Огромное спасибо Ну а с полигами Ну постараюсь Пороться Жену люблю Разводиться Не хочу Поэтому будем исправляться Судья Елена Кутьина Ведет расследование На ваших глазах А почему Вот я сейчас Отвечаю на какие-то Вопросы Суд задает вам Не какие-то вопросы А вопросы Которые необходимы Для установления Обстоятельств По делу Она не выносит Глупости Вы знаете Как-то мне кажется Что женщина Довольно редко Беременет от мужчин Которые им невыносимы Она защитит Невиновного И накажет Подлеца Я предлагал Ольге Андреевне Пойти элементарно В дом престарелых А не пошли бы вы Сами в дом престарелых Сами в дом престарелых Смотрите Дела семейные С Еленой Кутьиной Да, да, да Ну хорошо Забрались Замечательно Спасибо, что помогли На телеканале МИР Истец Лилия Круглова Дает иск О прекращении Права пользования квартиры И о снятии И о снятии С регистрационного учета Невесты своего брата А также Ее несовершеннолетнего сына Ответчик Мария Нагина Против иск И возражает Прошу всех Стать Прошу садиться Слушается дело О прекращении Права пользования Выселение Снятия С регистрационного учета Истец Круглова Лилия Борисовна Ответчик Нагина Мария Сергеевна Слушаю вас Ваша честь Я прошу выселить Из квартиры И снять С регистрационного учета Невесту моего брата Машу И ее трехлетнего сына Колю То есть у вас Иск заявлен О снятии О выселении И снятии С регистрационного учета Ответчицы И несовершеннолетнего ребенка Дело в том Что с опекой У меня есть документы Которые подтверждают От органа опеки Что я не имею права Сейчас выселить Своего ребенка Потому что у меня нет Жил в площади То есть у вас имеется Заключение опеки Да Передайте пожалуйста Сразу Чтобы было у суда Спасибо Продолжайте Ваша честь Дело в том Что после смерти бабушки Нам с братом Досталась двухкомнатная квартира В Москве И еще при вступлении В наследство Мы с братом договорились Что продадим эту квартиру Деньги разделим пополам У каждого Одна вторая доля В этой квартире Я живу в Кемерово То есть эта квартира Получена по наследству Да Вами И вашим братом Да Ответчик Приходится женой Это невеста Моего брата Невеста брата Продолжайте Дело в том Что я живу в Кемерово И жил в площади В Москве Мне не нужна Брат сказал Что он сам решит Вопрос продажи квартиры И собственно Я уехала в Кемерово Ждать результата Прошло полгода Никаких действий Не было замечено Мой брат Женя Говорил Что не может Никак найти Толкового риэлтора А вы выдавали Доверенность На имя брата На продажу квартиры У нас было Все под честное слово То есть устный договор Или у вас просто Были договоренности Что он подыщет Покупателя И затем вас известит Да Все так Через полгода Я все-таки Устала ждать И приехала посмотреть Почему же Наше дело Просто не движется С места Обнаружила в квартире Машу То есть вы приехали Из Кемерово В Москву Да В вашу квартиру И обнаружили Что там проживает Ответчица Там проживает Да Маша И ее трехлетний сын То есть до этого Я как бы еще не знала О ее существовании И собственно Тогда уже стало понятно Почему Женя Тормозил с продажей квартиры То есть брат Не поставил вас В известность О том Что он Не сообщил Абсолютно Позволил проживать Своей невесте С ребенком в квартире Да Скажите пожалуйста Еще один вопрос Вы давали согласие На регистрацию Да Я вот сейчас хочу Подробно рассказать Понимаете Мы с Машей Познакомились Пообщались Мы подружились Понравились друг другу Вот именно Лили И за моего брата Только Можно было порадоваться Но собственно Я приехала Маш подожди Я сейчас объясню Свою позицию Я приехала С целью Продать квартиру И Оказалось Что у Маши С братом Были другие планы Они предложили Выкупить мою долю В этой квартире И самим остаться Жить в Москве Меня этот план Тоже устроил И Тогда мы договорились С Женей Что он устроит Все очень быстро Буквально В течение трех месяцев То есть вы дали согласие На выкуп своей доли Да Договорились о цене Договорились о цене Да И собственно Женя тоже Сказал Что он займется Этим вопросом Чтобы я спокойно А сроки какие-то Оговаривали Он сказал Максимум за три месяца Все это решится Но понимаете На тот момент Маша находилась В разводе Со своим бывшим мужем Мальчик Коля Это ее от первого брака Сын И ей нужно было Стать на регистрационный учет Чтобы они продали Свою квартиру С бывшим мужем И вы согласились Я вошла в их положение Да Я согласилась Дала разрешение На регистрацию В нашей с братом квартире На постоянную регистрацию Или на временную регистрацию На постоянную регистрацию Да Но понимаете Прошло три месяца Как бы я ждала этих денег Потом еще три месяца И вот уже целый год прошел Когда я не вижу никаких результатов А понимаете За это время В моей жизни Тоже произошли изменения Я беременна И мы с моим будущим мужем Собираемся пожениться Отправиться в свадебное путешествие И собственно я хочу улучшить Свои жилищные условия Потому что я живу В Кемерово В Однушке Рядом с заводом Вы живете с мужем? Да Мы живем с мужем Да И мне очень хочется Купить квартиру В экологически чистом районе Сделать там ремонт До рождения ребенка Я хочу чтобы им все-таки Продали квартиру У меня даже есть знакомая Которая А если брат не согласится? Брат согласится Потому что мы с ним Оговаривали этот вопрос Если они не могут Выкупить мою долю В этой квартире Как обещали То он согласен На продажу этой квартиры Чтобы разделить деньги Как была изначально Вла договоренность А какой смысл тогда Заключается в вашем иске Если вы и так С братом договорились Продать квартиру? Ну понимаете Мне очень нужны сейчас деньги Они кормят меня завтраками Я полтора года Жду продажу этой квартиры И я ничего не могу Изменить в своей жизни То есть вы полагаете Что если Ответчицы с ее сыном Будут сняты С регистрационного учета И будут выселены Из квартиры Это как-то ускорит Продажу квартиры? Это ускорит однозначно Потому что у меня есть знакомая Которая готова хоть завтра Купить эту квартиру И вот только Вот эти вот проблемы Но не готова Купить квартиру В которой зарегистрированы Другие люди Да, конечно А брат зарегистрирован В этой квартире? Да, брат зарегистрирован Еще что-то хотите сказать суду? Нет, я просто прошу Удовлетворить мой иск Потому что у меня просто Больше нет сил ждать Ответчик, слушаю вас Ваша честь Проблема в том, что мы просто Сейчас не можем сделать то, Что требует от нас Лиля Лиля, мне очень жаль Что нам приходится с тобой Встречаться в суде И я не ожидала Что ты так поступишь Потому что мы тебе все объясняли Дело в том, что у меня действительно Был бывший муж С которым мы договорились Что он отдаст мне Часть нашей бывшей квартиры Но у нас была квартира В Подмосковье И мне бы просто не хватило денег Тогда тебе отдать эту часть Это была даже не половина Той части, которую мы тебе должны И мы с Женей С моим женихом И с братом Лилей Решили вложиться В прибыльное дело Мы с ним вложились В арбузный бизнес В арбузный бизнес? Да Что это значит? У нас были знакомые Которые подсказали нам Как это правильно сделать И обычно этот бизнес Быстро приносит доход Но дело в том Лиль, ты же сама видела Что мы ждали Просто эти фуры Я видела Они пришли С разбитыми арбузами И они пришли С испорченными арбузами А вы вложили деньги? Мы вложили все Все деньги Которые мне отдал Мой бывший муж А вы предъявляли Претензии К поставщику? Предъявляли Но ничего не получилось Из этого вынести Получилось только продать Ту часть арбузов Которые были Не испорченные И эту часть арбузов Мы продали И сейчас Женя Вложился в новый бизнес Который уже приносит нам доход И мы же тебе говорим Мы честно дадим тебе эти деньги Тем более Я со своим маленьким сыном Просто сейчас Не могу выписаться Из этой квартиры Потому что у нас Машенька Ну пойми ты Я тоже больше не могу ждать Я нахожусь в положении Ты понимаешь? У меня нет документов От органов пеки Лиль Я это понимаю Но можно же найти какой-то выход У Жени есть друзья Подождите Истец ответчик Я вижу что между вами Нормальное отношение Что вы не ссоритесь Просто каждый из вас Пытается решить свою проблему Да Вы не разговаривали Со своим женихом По поводу того Чтобы допустим Взять кредит И как-то тоже Войти в положение Истца И выкупить ее долю Как можно Быстрее Мы решали много вариантов Вы проживаете в квартире И мы уже обсуждали С Лили эти варианты И она была согласна Ну просто возникли Временные трудности Лили Ну пожалуйста Вступи в наше положение Уже полтора года Эти временные трудности И Маш Вот еще чуть-чуть Но мы просим тебя Подожди пожалуйста Понимаешь? Я могла бы еще подождать Но я скоро уже буду С огромным животом И я не смогу Не искать квартиру Не делать там ремонт Я не хочу отправиться В путешествие Свадебное с пузом Пойми меня пожалуйста Ты готова портить отношения Со своими родниками Да в том-то и дело Что я не хочу Отвечать Это же крайний мир На который я буду Я вас поняла Есть какие-то свидетели Ваша честь Я прошу позвать Моего жениха Женю И ее родного брата И я надеюсь Он сможет ее убедить в этом Какой же он свидетель? Он третье лицо Потому что он Заинтересованное лицо Он такой же собственник Но это легко исправить Мы это исправим В ходе рассмотрения дела Пригласите пожалуйста Круглого Свидетель-ответчик Овойдите Представьтесь пожалуйста Здравствуйте ваша честь Меня зовут Круглов Евгений Борисович Вот я Брат Лили Муж Марии Вы совладелец квартиры Да все верно Дело в том Что иск напрямую Касается и ваших прав тоже Так как вы Выяснено в суде Что вы Являетесь Собственником Одной второй Квартиры В которой проживает Ваша невеста Она же ответчится Поэтому на самом деле Конечно же вы не свидетель А третье лицо Поэтому суд Ставит вас в известность Что рассматривается иск Вашей сестры Кругловой Лилии Борисовны О прекращении Права пользования Квартиры И выселения Ответчица Ее несовершеннолетнего Сына И снятие их С регистрационного Учета Поэтому я вас спрашиваю Уже теперь как Третье лицо Ваше отношение К иск Вообще Ваша честь Я как Свидетель Собственника Квартиры Я не отказываюсь От своих обязательств Мы с Машей Предлагаем Лилии мирное соглашение Потому что Это единственное В чем заключается Ваше мировое соглашение В чем заключается Ваше предложение Предложение заключается В том Что конкретно Я вообще думал Как можно по-разному Решить этот вопрос Да Я вот Лилии Ты не думаешь Что я вообще Не чувствую себя виноватым Я каждый день думаю О том Как бы решить этот вопрос Я уже Ваша честь Я даже думал Отдать ей свою долю Лишь бы она не думала Что мы как-то ее динарим Даже если вы отдадите ей свою долю Вопрос ее не решится Она не собирается проживать В этой квартире Понимаете В том-то и дело Что органы опеки Они все равно не позволят Продать эту квартиру Пока мы не впишем ребенка В другую квартиру С такими же хотя бы условиями Жень У тебя же есть друзья Обратись к ним за помощью Ты пойми Я тоже не могу уже ждать У тебя скоро племянник появится И он будет жить в этой вот однушке С плохим ремонтом Мы возле завода Лилия Я все понимаю Понимаешь И я нашел выход Есть стопроцентный вариант Ваша честь Вот на те деньги Которые мы тогда смогли выручить С продажи арбузов Мы сейчас открыли новый бизнес Это пекарня Пекарня Это те не арбузы Они реально Они очень быстро окупаются По нашим расчетам Сколько вам нужно времени? Три месяца Вот у меня есть все расчеты Все документы У меня нет больше гарантии ждать Что этот бизнес не провалится Так же ваши арбузы Пожалуйста Тут есть все цифры Есть все отчетности Все свидетельства о том Что через три месяца Мы сможем отдать тебе уже все эти деньги Понимаешь Это верняк Я посоветовался с людьми Которые уже разбираются в таком бизнесе Они мне все показали и рассказали Понимаешь Все равно за три месяца Ты не успеешь родить Еще три месяца Понимаешь Всего лишь три Через три месяца Я же буду на пятом месяце беременеть Я же буду животом Ты пойми Так Порядок В зале Все будет нормально Я же тебе говорю Так хватит спорить Давайте выяснять обстоятельства Итак Правильно я понимаю Ваша невеста Она же ответчик Продала свою долю В квартире Для того Чтобы выкупить Долю У истца То есть у вашей сестры Но В какой-то момент Этого не произошло Или денег не хватило Не хватило денег Да Не достаточно было денег И мы решили Чтобы Вы решили Организовать бизнес Чтобы Накопить Как можно больше Большую сумму И ее бы хватило на выкуп У вас это не получилось Теперь вы пытаетесь Найти Другой способ И открываете новый бизнес Или уже открыли Мы уже открыли Мы уже начали работать И говорю Вот есть все цифры То есть вы собираетесь Ваши договоренности Выполнить Конечно Да Все будет Всего лишь три месяца И мы полностью погасим Все долги Я это уже слышала Жень Скажите А какая-то уже сумма Имеется Для того Чтобы Ну как бы Частично Выкупить Квартиру Пока эта сумма Она вот снова Обратно в оборот Вкладывается Чтобы вот именно Получилось на третий месяц То самое Вот на что мы и рассчитываем То есть Если мы сейчас Вытащим эти деньги То есть риск Что на третий месяц Не получится Тогда все погасить А вот при таком Движении событий Точно все получится Желаете вы Представить суду Какие-то Дополнительные Письменные доказательства Вот да Вот здесь все расчеты Бизнес-планы Передайте через судебного пристава То есть вы открыли пекарню Да С арбузами не получилось Теперь будут круассаны Ну Лаваши печем То есть Лаваши Да С партнером У вас есть какие-то документы Естественно Да У меня есть справка О беременности И свидетельство О государственной регистрации Передайте пожалуйста суду Право на собственность Понимаете Ваша честь Мы даже решили Отложить пока что Нашу регистрацию С Марией Да Нашего брака Чтобы вот Именно закрыть Все вот эти задолженности И потом уже Только все остальное То есть вот мы На такое даже готовы пойти Лишь бы Не портить отношения Суд удаляется Для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Эта женщина Фактически разрушила Нашу семью И своими действиями Не знаю насколько Осознанно Убила Медсестра Увела из семьи Пожилого мужчину Женщина знала Что у него больное сердце Но позволила Принять препарат Для усиления потенции Первая брачная ночь Стала для молодоженов Последней Удастся ли сына Умершего Доказать Что это было убийство Прошу садиться Оглашается решение суда Суд принял решение В иске о выселении Ответчицы Ее несовершеннолетнего сына Прекращение права пользования Спорной квартирой И снятие с регистрационного учета Отказать Данное решение Принято в связи с тем Что истец И третье лицо Являются Собственниками Квартиры По одной Второй доле Порядок пользования Квартиры Не определен Истец Давала согласие На регистрацию И вселение Ответчицы Ее несовершеннолетнего Сына Поэтому суд Принимает именно Такое решение Дело закрыто Прошу всех Зарегистрировала Свою голову Решение суда В иске Отказать Я думала Что в нашей семье Мы сможем все решить Мирно И без документов Вот так вот Помогла подобрать Душевно Теперь Сама осталась Ни с чем Но Жду теперь Неизвестно сколько Естественно Я не брошу Свою сестру Да конечно Мы выполним Все обязательства Перед ней И не подведем ее Как и обещали В сроках Мы за то Чтобы была любовь А не ненависть Как ты любил Сначала меня Потом ты любил ее Тебя не любил Я любил твою мать Мы за то Чтобы дети смеялись А не плакали Когда забрали ребеночка Из семьи Два дня Он лежал без еды Без питья Возле мам Которая была в ломке Мы забрали Он на грани жизни И смерть Мы за то Чтобы ваше имущество Не делилось А приумножалось Как только стало известно Ответчику Что у меня Есть сын Она сразу побежала Продавать все имущество Чтобы этому ребенку Ничего не досталось Если что-то грозит Вашему благополучию Звоните в нашу Бесплатную Юридическую консультацию Профессиональные юристы Помогут вам Своим советом Истец Алексей Плаксин Подает иск О признании Ответчика Недостойной наследницей Ответчик Анжелика Плаксина Заявляет Что не причиняла Вреда Здоровье мужа Прошу всех встать Прошу садиться Слушается дело По иску О признании Ответчика Недостойной наследницей Истец Плаксин Алексей Михайлович Ответчица Плаксина Анжелика Викторовна Истец Я вас слушаю Ваша честь Я прошу суд Признать эту женщину Вторую жену Моего покойного отца Недостойной наследницей Поскольку она Своими безответственными Действиями Фактически его убила А убийца Не может наследовать Убитому По закону Российской Федерации Скажите пожалуйста Что вы имеете ввиду Говоря что Ответчица Практически убила Вашего отца Разъясняю Ваша честь Ответчица работала Медсестрой В больнице Где моему отцу Делали операцию На сердце Аортоконарное Стентирование Там она с ним Познакомилась Она увела его Из нашей семьи Ничего не уводила Из какой семьи Из семьи моего отца И моей матери Они прожили вместе 30 лет Она его увела Из семьи Они разведлись Она знала Что он пожилой Больной человек И зная это После нервного развода Была свадьба И в первую брачную ночь Он получил инсульт Как подтверждает Медицинская экспертиза Инсульт Соследствием того Что она ему дала Препарат Для улучшения потенции Передайте пожалуйста Документы Вы говорили Что справка Еще имеется По поводу Того что Вашего отца Был инсульт И Вот свидетельство Скажите пожалуйста Смерть наступила В тот же день Когда был инсульт Нет Смерть наступила Через пять лет После Инсульта Через пять лет Пять лет Мой отец провел Парализованный Эта женщина Не допускала Ни меня к нему Не давала мне С ним поговорить Женщина у меня Мечта имя есть Как потом Выяснилось Уже будучи Парализованным Больным человеком Он Написал завещание И завещал Ей Ту квартиру В которой они жили Будучи Все это время Изолирована Своей семьей То есть Вы считаете Что Ответчица Не допускала Вас к отцу Да Что вы еще хотите Пояснить суду Хочу еще Пояснить суду Что в течение Этих пяти лет Пока она не допускала Меня к отцу Она потратила Все сбережения Моего отца О какой сумме Идет речь Пятьдесят тысяч рублей Пятьдесят тысяч рублей А то есть Сбережения вашего отца Составляли Пятьдесят тысяч рублей Которые Были потрачены Как она утверждает На его лечение Что вы просите У суда Признать ее Недостойной Наследницей На каком основании На основании того Что она Своими действиями Способствовала Его смерти На основании того Что своими действиями По вашему мнению Ответчик Способствовала Его смерти что является наследственным имуществом? В чем заключается наследственное имущество? Трехкомнатная квартира. Трехкомнатная квартира. Я поняла вас. Истец, спасибо. Ответчик, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, сначала ваше отношение к иску. Вы признаете иск? Нет, конечно. Вы не признаете иск. Почему? Поясните, пожалуйста, ваши возражения. Единственная правда, то, что он сказал, да, мы познакомились в больнице. Он лежал в отделении кардиологии, да, и я там работала медицинской сестрой. Ну, и, собственно, я сейчас там работаю. Ну, и как-то закрутилось, он говорит, давай поженимся. Я говорю, ну, все-таки семья, да. Он говорит, у меня в этой семье уже давно не складываются отношения, да. И, как мне показалось, он меня очень сильно любил. И я его тоже любила. Какие-то медицинские подтверждения тому, что данное лекарство было рекомендовано вашему мужу лечащим врачом? Рецепт он выписывал ему, или просто он на бумажке написал, или устно сказал, пойми вот эти лекарства, они тебе не навредят, но улучшат твою потенцию. Я как бы доверилась слову мужа, а мужу я так понимаю, что... Ты доверилась? У тебя же медицинское образование. У вас есть какие-то медицинские документы? Нет, у меня... Ты же должна понимать такие вещи. У тебя медицинское образование. У меня было как бы проведено следствие, да? Как раз таки... То есть действительно было возбуждено уголовное дело? Да, возбуждено было уголовное дело. По факту смерти, не в отношении вас, как я вижу из документов, просто по факту смерти. И было проведено предварительное расследование. Да, все верно. И затем дело было прекращено, вам не было предъявлено обвинение? Нет, нет. И все эти обстоятельства расследовались прохранительными органами, так? Да, конечно, да. Ну, поняла вас. Все это было проведено следствием. Скажите, пожалуйста, что дальше произошло? То есть у вашего мужа случился инсульт. Да, у него случился инсульт. Что случилось после этого? И вот пять лет, на протяжении пяти лет он был лежачий и больной, я фактически, не фактически, а так и есть, я ухаживала за ним. Алексей даже ни разу не приезжал. Ты меня туда не пускала. Ну, вот истец утверждает, что вы не пускали его. Ну, как я его могла не пускать? Ну, пожалуйста. Он мог позвонить мне, мог позвонить отцу. Конечно, звонил ты и трубку не брала. То есть отец был дееспособный человек, он мог там трубку взять сам. Он как бы в здравом уме был. И буквально, наверное, за год, да, где-то за год, за полтора до смерти, он сказал мне вызвать нотариуса. Нотариус приходил к вам домой? Да, он приходил к нам домой. Ну, я как бы... И было составлено завещание на ваше имя? Да, но об этом я уже узнала после смерти. Он мне ничего не говорил. То есть это не при вас было? Нет, я не присутствовала в данной как бы процедуре, да. Скажите, пожалуйста, а что за история с деньгами, которые, как утверждает истец, вы потратили? Деньги там, были бы деньги. Ну, во-первых, я на тот момент, когда еще муж у меня... Ну, был нормальный, не инсультный, дееспособный человек, да. Прям тяжело, на самом деле, вспоминать. До свадьбы? До свадьбы, да. Я снимала квартиру. Выплачивала при этом ипотеку, работала на двух работах. Ну, еще и подрабатывала, да. Выплачивала ипотеку за строящуюся квартиру. Когда случился инсульт, соответственно, мне пришлось уже уйти из этих работ, потому что, ну, сами понимаете, надо было сидеть с мужем, и у меня осталось только полставки. И вот 10 тысяч рублей выплачивать эту ипотеку, естественно, там выросли долги. Эту квартиру банк продал, и осталось там 150 тысяч. И они все ушли, естественно, на лечение. Плюс, который Алексей говорит, деньги отца, это 50 тысяч, которые он накопил с момента развода до нашей свадьбы. Вот и... А, ну, еще его пенсия, 14 тысяч. Да, еще пенсию получал. Да, ну, вы сами понимаете. А вы работали на полставки в то время. Да, 10 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вы обмолвились, что сестра из ЦАА навещала отца. Это действительно так? Ну, изредка было-то, там, может быть, раза три-четыре, но, как бы, инициатива была с ее стороны. А с его стороны инициатива была, может быть, один раз. Он позвонил, мне было неудобно брать трубку, потому что мы с мужем были... Ну, конечно, неудобно было. Ну, как бы, процедуры мы делали после вот инсульта всячески. Ну, чтобы как-то, ну, в движение его, что ли, приводить. И он в это время позвонил, трубку, и, соответственно, никто не взял, и все, больше этого звонков не было. Это он называет, он прям звонил, рвал трубку. Звонил. Скажите, пожалуйста, вы с мужем разговаривали? Вот хотел ли он общаться со своими детьми? Страдал ли он от того, что его не навещает сын? И дочь так редко навещает. Он очень не хотел. Ну, а почему вы не попытались, если вы так любили своего мужа? Это вот не то, что я тут делала. Ты мне не звонила. Ну, конечно, я теперь ему не звонила. То есть вы все-таки пытались звонить и каким-то образом наладить отношения? Да, это мужчина, как бы, да, сами понимаете, мужчина, сын, ну, отношения должны быть. А он как-то за пять лет, вот, ну, один-два раза максимум позвонил. Сестра, да, с сестрой мы как бы так общались, созванивались. Ну, то есть она более... А помогали материально? Нет, материально не помогали. Ни сестра, ни сын, нет, никто. То есть за вот эти пять лет, как Алексей говорит, что я там тратил на какие-то свои нужды, ну, конечно, прям у нас такие миллионы были. Хорошо, ответчик, я вас поняла. У меня вопрос к ИСЦУ. Скажите, пожалуйста, а вы знали о том, что ваш отец парализован? Да, знал. Знали? Да. Что отец парализован. Скажите, а вы не пытались или имели желание помогать ему материально? Ну, как я мог ему помогать, когда меня не пушкали в этот дом? Что я могла сделать? Поселиться там под дверью? Не знаю, деньги на карточку переводить. Ты мог через сестру передать. Сестра частенько бывала. Или ваша обида была настолько велика, что вы не хотели, или, может быть, даже, простите, злорадствовали по этому поводу? Нет, я не понимаю. Что отец остался в таком плачевном состоянии? Это все-таки мой отец. Да, хотя он бросил мою мать, значит, она его увела из нашей семьи. Но вообще, все-таки, это мой отец. Естественно, я пытался как-то с ними связываться. Она меня не пускала. Она бросала телефонную трубку. Естественно, пять лет. Не две недели. За две недели можно обижаться и не успеть встретиться с отцом. А за пять лет? Неужели настолько сильна была ваша обида? Сестра находила время. Что за документы у вас? Лежат. Ну, это вот постановление об отказе. Уже представлено суду. Да. То есть у вас тоже постановление об отказе. О завещании? А, завещание, да. Из завещания. Из завещания, да. Передайте, пожалуйста, через судебного пристава. У вас есть, истец, какие-то еще документы? У меня есть дополнение. Она, как человек с медицинским образованием, не могла не знать, что лекарства для повышения потенции опасны для сердечников. Не бойтесь, лечащий врач. У меня не трожите ответчик. Истец попросил, чтобы суд выслушал его дополнение. Я слушаю вас. То, что она пренебрегла своими профессиональными знаниями и навыками, то, что она не поверила на слово пожилому человеку, которому, да, хочется показать, что он еще молод, еще силен, да, поверила на слово, не попросив никаких документальных подтверждений. Я считаю, что это холостя, что она фактически его убила. Я поняла вас, истец. Суд удаляется для вынесения решений. В следующей программе. Посмотрите, с ней же невозможно жить. А с вами возможно прям. Вот золотая. Мы все обе матери, женщины. Вы обе матери. Несчастная пожилая женщина в собственной квартире вынуждена неделями прятаться в комнате от бывшей невестки. И все потому, что когда-то разрешила зарегистрировать на своей жилплощади внука. Теперь вся надежда на суд. Он меня изнасиловал, когда мне было 16 лет. Я не хочу об этом вспоминать. Отказываясь содержать своего биологического ребенка, женщина рассказывает страшную историю изнасилования, запрета возбуждать уголовное дело и требования родить нежеланного ребенка, которая якобы произошла с ней в 16 лет. Правда это или ложь, решит суд. Вот правду ты видишь правду. Я не верю всем бумажкам. Я знаю прекрасно эту женщину. Да вот до сих пор я не знаю. Я сам ходил. Я сам ходил. Да ты услышь на меня, Господи, хоть здесь на суде. Я твоя родная мать, ты променял меня на эту, извините. Главное горе в жизни любой бабушки запрет на встречи с любимым внуком. Нелепые ссоры привело к тому, что сын и его жена не только перестали пускать пожилую женщину к мальчику, но даже отказывают ей в телефонных разговорах. Суд оглашает решение. Суд принял решение иск о признании недостойной наследницы и ответчика оставить без удовлетворения. Суд отказывает в иске о признании недостойной наследницы супруги умершего, так как в соответствии с действующим законодательством недостойным наследником могут быть признаны граждане, которые своими умышленными противоправными действиями направленными против наследодателя способствовали, либо пытались способствовать призванию их к наследованию, или если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Об этом говорит статья 1117, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть только в том случае, если бы по приговору суда наследник был бы признан виновным в совершении умышленного преступления в отношении наследодателя, что повлекло за собой смерть и дальнейшее незаконное вступление в наследство, только в этом случае иск мог бы быть удовлетворен. В судебном заседании судом не установлено, что ответчик виновен в смерти вашего отца. Кроме того, в материалах дела имеется постановление о прекращении уголовного дела, факт виновности или причастности ответчика к смерти вашего отца расследовался правоохранительными органами. В данном случае, как я уже сказала, было дело уголовное прекращено, поэтому суд выносит именно такое решение. Решение понятно? Да. Дело закрыто. Решение суда В иске отказать Нет жизни справедливости. Эта женщина разрушила нашу семью, убила моего отца, я не смог с нее ничего взыскать. К сожалению, так. Мишеньку моего покойного я безгранично любила. Квартира досталась мне по праву. И в конце концов, это была последняя воля моего мужа. Редактор субтитров А.Семкин